Война 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 где это было нам четко известно, но они больше не существуют. Трибунал ждет и пропагандистская Кодла. Соловьев, Скобеева, Попов, Симонян, Киосаян, Киселев, Красовский, Норкин, Мордан, Витязева и многие-многие другие должны получить свои заслуженные сроки за решеткой. Там же должны оказаться их гости и студии, которые без зазрения совести поддакивали и одобряли все действия своего фюрера. Вдруг, положим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Если мы умудримся проиграть ГААГа, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. К дворнику у Украины как раз претензий нет, а вот вам стоит готовиться. Нет, вы, конечно, можете поступить, как ваш идеологический наставник Йозеф Геббельс. Он не меньше Гитлера боялся предстать перед победителями. Он предпочел покончить с собой. И на тот свет забрал с собой жену и шестерых детей. Но вряд ли у этого грозного карлика хватит смелости. Да и травануть семейство не выдается возможным. Его близкие тяготят к свободному Западу куда больше, чем гниловатые Россиюшки. Его жена, вдоволь наслушавшись от него, видать, его вот этих вот бредней, ушла к трансгендеру, то есть к человеку, который прежде был мужчиной, но стал женщиной. Но кто кого и как любит Украину абсолютно не интересует. Важно, чтобы зачинщики войны были наказаны. Даст их верховичен судочен, даст украиночен райх. Дайте ему селедку. В очередь! Второе условие Украины тотальное сокращение московской армии и военной техники, которая позволит обезопасить в будущем территориальную целостность нынки. Нам требует сделать демолитаризацию Российской Федерации, для того, чтобы у них не было даже желания, не было способности, взагалей, заниматься тем, чем они на сегодняшний день занимаются. Черноморский флот РФ обязан будет прекратить свое существование, как это произошло с Криксмарины в 45-м. Несмотря на приказ Верховного угла командующего не уничтожать корабли, в последние дни войны многие экипажи затопили свои подводные лодки. Черноморский флот Россия сама затопит по результату войны, потому что они обязаны будут его передать Украине. Украине они его не захотят передавать. Также необходимым для безопасного будущего будет требование создания буферной зоны. На границе с Россией буферную демилитаризированную зону именно с их стороны глубиной от 50 километров. В этой зоне запрещено было бы размещение войсковых частей, тяжелой техники, авиации, складов боеприпасов, складов горюче-смазочных материалов. Только присутствие органов правопорядка и пограничных войск на легкобронированном транспорте. Третье условие Украины – репарации. Путин и его сообщники будут отвечать за последствия войны в Украине. И его сообщники уже начали ощущать последствия поддержки вождя. Мы запускаем процесс ареста и конфискации активов Романа Абрамовича, которые сегодня находятся под санкциями. Скажем откровенно, это серьезный шаг со стороны Запада, поскольку механизм конфискации был найден и уже запущен, что создало прецедент для других партнеров Украины. Британцы же, где российского капитала очень много, пока идут по пути давления. Так, например, тому же Абрамовичу пришлось продать футбольный клуб «Челси», чтобы сохранить остальные активы. Деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут на помощь жертвам войны в Украине. Словосочетание «жертвам войны» звучит очень скользко и неоднозначно, поэтому, чтобы к реальным жертвам войны не записали каких-то искалеченных российских мобиков или семьи погибших московитян, был создан специальный фонд. Все это время деньги хранятся на счете, на который наложены санкции. Сейчас Британия заключает с Абрамовичем соглашение, по которому будет создан фонд помощи Украине. Возглавит фонд бывший глава британского офиса детского фонда ООН ЮНИСЕФ Майк Пенроуз. Он неоднократно бывал в Украине в течение 2022 года. 2,3 миллиарда долларов, а именно столько внес Абрамович на восстановление Украины. Неплохое начало для выплат репараций. Вслед за Абрамовичем финансовые проблемы возникли и у других кошельков Путина – Мордашова, Керимова, Авена, Дерипаски и остальных. Только в Британии было арестовано около 18 миллиардов российских денег. Задача Запада – арестовать эти деньги, а потом направить на репарации для Украины. Но не олигархами едиными. Платить репарации будут все до единого. Все обладатели паспорта с курицей-мутантом будут делать взносы на восстановление Украины. Вторая мировая велась не Гитлером, а гитлерской Германией. Да, это путинская Россия, но в данном случае, так же, как ГЕС был прав, говоря о том, что нет фюрера, нет Германии, так же прав Володин, сказав о том, что сегодняшняя Россия – это путинская Россия. Поэтому, как бы граждане Недофедерации не открещивались от бункерного, не рассказывали, мол, я за него никогда не голосовал и вообще я против войны, это не пройдет. Тотальное большинство россиян своей трусостью, покорностью и бездействием породили этого монстра. А многие из них до сих пор поддерживают и даже радуются тому, что творит их страна в чужом независимом государстве. Совершенно очевидно, что граждане поддерживают решительные действия президента, настроение у многих улучшилось. «Кохлы не люди, а что-то львов давно не бомбили. Вас не освобождают, свинина ты тупая. Вас деноцифицируют и демилитаризируют». Сказать, что я счастлив, это вообще ничего не сказать. Я просто танцую на балконе в пижаме «Армия России». Это не только Путин, это на самом деле вот та глубинная фашизация общества, которая позволила войне не только начаться, но и принять такие чудовищные уродливые формы. Поэтому готовьтесь платить все, причем способов оплаты масса. Это может быть ежемесячный взнос в 100-200 рублей, прописанный в платежке за коммуналку. Или это может быть обязательный отдельный налог, как, например, то же отчисление в пенсионный фонд. Также определенный процент на восстановление Украины может быть внесен в цену на нефть и газ. Не стоит забывать и про сокращение армии и флота. Весь этот металлолом с удовольствием заберут азиатские и африканские страны. Цена только одного МиГ-35 колеблется в районе 50 миллионов долларов. А что уже говорить про фрегаты и крейсеры? По подсчетам Форбс, вместе с этой махиной на дно ушли 750 миллионов долларов. Во столько издания оценила затонувший крейсер «Москва». А чтобы не откладывать в долгий ящик выплаты по репарациям, некоторые эксперты предлагают взымать плату, например, при получении визы. Хочешь в цивилизацию, заплати кассовый сбор на восстановление того, что разрушила твоя страна. У россиян будет выбор — заплатить сверху и увидеть Рим, или сэкономить и отдыхать в Минске. Говорится в новых рекомендациях группы Ермака Макфола. Также не стоит забывать и о замороженных валютных резервах РФ в размере 300 миллиардов долларов. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Некоторые республики и территории, которые планируют покинуть недофедерацию после фиаско, могут решить, что избавятся от выплат репараций. Хотим их разочаровать. Выход из РФ условной Чечни или Татарстана не избавит их от уплаты по счетам. Они будут платить свою долю согласно процентному соотношению ВВП на момент отделения. И вот здесь справедливость наконец-то восторжествует. Регионы РФ регулярно жаловались, что их обдирают и все деньги уходят в Москву, потому что штаб-квартиры многих региональных компаний находится в столице. И за этого все налоги платятся в Москве. Условная Роснефть, которая обрабатывает месторождения в Тюменской области, заправки строит по всей России, но зарегистрирована в столице. И именно туда платят налог на прибыль. Из списка 500 крупнейших компаний страны в Москве зарегистрировано 296. А 70% выручки этих компаний сконцентрировано, ну вы понимаете, в столице. Так вот теперь Москва заплатит сполна, поскольку, например, тот же Татарстан производит 3% ВВП, Калмыкия вообще 0,08, а Москва все 20. И теперь в столице придется выплатить одну пятую всей суммы. Как говорится, земля круглая. Угадайте, какой главный регион экспортер нефти? Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Немецкий автономный округ, Татарстан или Сахалин? Конечно, Москва. Все упомянутые регионы курят в сторонке со своими десятками миллиардов долларов. Столица экспортировала минералов за рубеж на 123 миллиарда бочинских. А финансы Украине ой как нужны. Причем финансы немалые. Уничтожено или повреждено более 40 миллионов квадратных метров жилищного фонда Украины. На нужды восстановления необходимо около 350 миллиардов долларов США. Это цифра по состоянию на лето прошлого года. Правительство Украины оценивает материальный ущерб в не менее 750 миллиардов долларов. А некоторые эксперты называют цифру, превышающую один триллион. Естественно, надеяться исключительно на репарации никто не будет. Учитывая, что это очень долгоиграющий проект. Последнюю выплату за Первую мировую войну немцы произвели аж в 2010 году. То есть через 91 год после подписания мирного договора. 90 лет стоять в руинах Украина не собирается. При том, что на помощь в скорейшем восстановлении она имеет полное право. Украина не проститель какой-то. Украина страна, которая весь Запад защищает от российской агрессии и платит за это громадную цену. И в принципе Запад этого не отрицает. Параллельно разрабатывается масса планов по реконструкции израненной страны. Разрушенные дома и дороги должны быть восстановлены. Промышленные предприятия отремонтированы. Это задача для поколений. Это не что иное, как план маршала для Украины. В мировой истории было несколько удачных примеров, когда западная помощь давала толчок к развитию не только экономики, но и серьезному улучшению уровня жизни. Такими примерами были разрушенная и разделенная Германия после Второй мировой. Или та же проигравшая Япония. После завершения Второй мировой войны Япония оказалась в состоянии глубочайшего экономического кризиса. Большинство предприятий закрылось. Практически остановился импорт сырья, топливо, продовольствие. В стране бушевала инфляция, а безработица достигала рекордных масштабов. Но рука помощи от США стала началом того, что мы видим в Японии и сейчас. Большой толчок, он же Биг Пуш, заключается в одновременном строительстве всех элементов, развитой на тот момент времени экономики. То есть одновременно строится множество металлургических заводов, электростанций, автомобильных заводов, городов и так далее. Именно такой Биг Пуш и нужен Украине. И он уже реализуется, пока незначительными темпами. Но все еще впереди. Буча. Меняют крыши, меняют окна. Все знают об улице Вокзальной, которая была уничтожена. Сейчас там тоже проводятся работы по полному восстановлению. Там проложили новую дорогу. При том, что многие строят с нуля и уже не по советским лекалам и ГОСТам, а по современным требованиям. Дома, школы, больницы, водонапорные станции, детские площадки. Большую часть этого построили с нуля, говорят местные власти. Это возможно сделать все по новым требованиям и в разы качественней. Верно. Как бы это цинично ни звучало, но трусливая путинская война позволит Украине обновиться. Речь на конференции в Берлине шла не просто о восстановлении на уровне до войны, а о полноценной модернизации, диджитализации, современных решениях и европейских стандартах. И в этот процесс включился весь цивилизованный мир. На разных платформах проводятся саммиты и форумы. В Варшаве более 300 компаний из 22 стран приняли участие в торговой выставке и конференции «Восстановить Украину». Именно эта тема стала главной в повестке Всемирного экономического форума в Давосе. Франция аккумулировала усилия тысячи компаний для финансирования послевоенной реконструкции Украины. Некоторые страны стали спонсорами и партнерами отдельных регионов Украины. Франция и Латвия помогают Черниговской области восстановиться после российских атак. Приветствую в Николаеве, городе-герои Юга Украины. Я посол Дании, и Николаев наш город-партнер. Мы помогаем восстанавливать и реконструировать его. Их цели и стремления действительно вызывают не только благодарность, но и дарят надежду на красивое будущее. Я хочу, чтобы Николаев стал маленькой Данией на Черном море, как влиятельный, инновационный, конкурентоспособный и зеленый город. На сегодня контракты о восстановлении жилищного, критического и инфраструктурных объектов уже исчисляются десятками. И это при том, что война еще в самом разгаре. Только за прошлый год Украине удалось подписать порядка 40 соглашений о восстановлении и строительстве домов, объектов социальной и критической инфраструктуры. Еще один важный аспект. Приличная часть этих реноваций не кредитная, то есть в будущем за нее не нужно будет расплачиваться. За 2022 год мы получили 32 миллиарда долларов США внешней помощи, почти половина которой была в грантовой части, той, которую не нужно возвращать. К слову о способностях и возможностях. Недавно Форбс представил макропрогноз экономики Украины на ближайшие пять лет. В 2023 году все еще возможно падение ВВП, но уже не на рекордные 29%, как в прошлом году, а не более 3%. При этом в последующие 4 года вообще ожидается рост в среднем до 4%. Также обещают, что цены на товары будут постепенно снижаться, и хотя на уровень довоенных они не упадут, но перца по 200 и огурцов по 270 гривен уже точно не будет. Потихоньку, потихоньку уже все будет хорошо. Вот сегодня уже, смотрите, цены какие. Вчера было в августе 180, сегодня уже 145. Благоприятный прогноз и в других сферах. Уровень безработицы вернется к довоенному на цифру в 9-10%. С 2025 года начнутся зарубежные вливания. Прямые иностранные инвестиции к 2027 году уже будут составлять порядка 5% украинского ВВП. Уже сейчас, когда война находится в острой фазе, зарубежные компании, несмотря на огромные риски, готовы вкладывать в Украину. Это, во-первых, говорит о вере в победу ВСУ, а во-вторых, в прибыльность дела. Ведь те же немцы очень хорошо умеют считать деньги и готовы потратиться в Украине. Сейчас ведутся, цитата, многообещающие переговоры с Киевом о строительстве завода на территории Украины. Завод за 200 миллионов долларов сможет производить до 400 новейших танков «Пантера» в год. Планируется построение завода и уже ставших легендарных «Байрактаров». Мы придбали земельную отделку поблизу Киева. Групы архитекторов приступили до проектования. И, что очень важно, это предприятие, так же, как и то, что в Туречке не будет чем-то символичным. Это не будет просто сборка. Воно заплановано как большой интегрованный завод с всеми технологиями. А то, что украинцы в промышленном и военном производстве разбираются, говорит тот факт, что в Украине производились почти все виды военной техники. Танки, корабли и даже самолеты. Для понимания, в мире существует не более 10 стран, которые имеют замкнутый технологический цикл производства самолетов. И Украина вхожа в эту элитную ТОП-10. Ах да, и не стоит забывать, что Украина станет самой боеспособной единицей НАТО. О том, что украинцы талантливые и легко обучаемые, уже говорит весь мир. А чего стоят проводы украинских военных с почестями после подготовки в странах Запада? И все они, шведы, французы, норвежцы, британцы, верят в победу Украины. Некоторые даже лично принимают участие в ее существовании. Вот три у испанцев. А эта шведка, между прочим, в прошлом депутат парламента, а нынче почти сержант ВСУ. И украинцы искренне благодарны за любую помощь, за веру в них, поддержку, донаты и теплый прием. За то, что Запад наконец-то стал единым целым, пусть и с некоторыми исключениями. Спасибо каждому, кто помогает Украине победить. Украина чудова страна и гидна того, чтобы за ней биться. Именно поэтому я тут. А гражданам Швеции хочу сказать, продолжайте поддерживать украинцев. И оружием, и экономически. Это необходимо, чтобы они и надалее боролись. Низкий поклон всем тем титанам в окопах, благодаря которым Украина выстояла. Благодаря которым она может планировать свое будущее. И благодаря которым она имеет очень хороший шанс навсегда избавиться от 350-летнего московского ярма.